Музей 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 Каминный экран, как и все редчайшие предметы интерьера на время реконструкции дома-музея переехал сюда, в фонда хранилища, двери которого под замком, но для нас все же сделали исключение. А однажды октябрьским утром в паре метров от хранилища строители совершенно случайно обнаруживают уникальную находку – бюст великого маэстро, который был сделан еще до войны, к столетнему юбилею композитора. Автор скульптуры – первый директор музея. Даже сами музейные сотрудники не подозревали, что на территории усадьбы хранится такая историческая реликвия. До 1990 года скульптура украшала вход в музей. К 1990 году, когда здесь территория была превращена в музей-усадьбу, реконструирована, бюст исчез. Поскольку ни на чьем балансе он не числился, то, в общем-то, по сути дела, люди возводили руками и говорили, что не знаем, где находится данный памятник. Кстати, точная копия бюста сегодня находится в Москве, украшает фойе концертного зала имени Чайковского. Судьба же забытого бюста сегодня уже решена. Реставраторы его восстановят и памятник поставят у детской школы искусств в Откинском. За время грандиозной переделки по сохранившимся старинным чертежам в стиле позднего классицизма строители восстановили и при усадебной постройке – каретный сарай, детский домик, летнюю беседку, где за чашкой чая любили собираться Чайковские с видом на Липовую аллею. А еще совсем недавно нам житель Воткинска подарил 25 маленьких дубков. Так что скоро в усадьбе появится еще и дубовая аллея. Дом детства Чайковского станет главной площадкой юбилейных торжеств. Как изменится усадьба, смогут воочию увидеть и маломобильные посетители. Для них предусмотрены пандусы и подъемники. Это будет по-настоящему европейский уровень. К юбилею Чайковского преображается и Воткинская набережная. Почти за полвека, что не проводился здесь капитальный ремонт, годы и влага не пощадили пешеходные дорожки, появились опасные провалы. Это время, конечно, когда набережная состарилась и она перестала быть местом уже таких массовых гуляний для жителей Воткинской. Поэтому, когда у нас началась реконструкция набережной Воткинской пруда, появились вот эти вот фонари, стилизованные под старину. Набережная начинает обретать тот уют, которым привыкли все коренные жители Воткинской. Потому что набережная Воткинская пруда – это одна из самых любимых. И Воткинский пруд – это самое любимое место, самое красивое место нашего города. Большую часть набережной строители уже укрепили. Обновили пешеходные дорожки, которые одели в брусчатку, отремонтировали лестницы. Так что можно будет спуститься к воде. Строители успели выйти на финиш еще до холодов. А следующей весной здесь уже будет удобная зона отдыха со скамейками и огромными цветниками. По замыслу организаторов, часть праздничной программы к 175-летию Чайковского пройдет именно здесь, возле пруда. В маленький провинциальный Воткинск приедут мировые звезды оперной сцены. Именитые русские композиторы уже известно, что приглашение приняла Надежда Пахмутова. Вместе с великими артистами на одной сцене будут выступать детские коллективы. Впервые в истории зрители увидят большой кадетский бал. Плечи расправлены, свободно опущены. И двигаться мы сейчас начнем с правой ноги. Воткинские кадеты уже приступили к репетициям бального танца. В юбилей Чайковского под музыку композитора. На Большом балу они исполнят польку, мазурку и, конечно, вальс. Во-первых, у нас военно-патриотическое воспитание, и мальчишки носят форму, и для них распоряжение начальника – это догма. Это первое. А второе – участвовать в том, где они еще не участвовали. Им хочется себя попробовать. Тем более там будут девушки, и можно проявить себя и показать свою красивую форму, и посмотреть, как они красиво двигаются, и насколько они хорошо воспитаны. Чтобы на балу двигаться без робости и стеснения, отныне учиться вальсировать и погружаться в прошлые столетия. Кадеты будут ежедневно. Неточностей быть не должно, ведь бал будет проходить в юбилейный год. И всю ответственность ребята, кажется, понимают. Чайковский – он великий композитор. В последнее время очень. Воткинск просто дышит духом Чайковского, потому что в следующем году у нас пройдет фестиваль Чайковского в Воткинске. То, что 175-летие Чайковского будут отмечать именно на родине русского композитора в маленьком Воткинске. Для самих горожан действительно большое счастье. Ведь Воткинск буквально живет музыкой Чайковского. А сейчас особенно. Для жителей великий маэстро не бренд, а прежде всего родной человек. Земляк, которого любят. Я даже книги читаю. Я даже знаю, как Чайковский был маленький. Даже вот все это прочитала. Я его очень обожаю, да. Это частицы, конечно, даже не частицы. Это большая часть нашего города, наших жителей. Я думаю, что любой житель Воткинска чувствует себя причастным к такому гению, к такому имени. И просто, я думаю, мы должны все гордиться, что мы живем в этом городе, где когда-то жил композитор. Я родился в другом городе, но поскольку я живу здесь очень давно, безусловно, я городом горжусь и ощущаю себя частью этого города. И для меня очень важным является тот момент, что сейчас наиболее активно идет подготовка к 175-летию. Это ощущается везде, если вот идти пешком по городу. Музыкальный марафон длиною в месяц. Каждую весну на родине композитора открываются фестивали имени Петра Ильича Чайковского. Этой традиции уже больше полувека. И во всем мире музыкальный фестиваль на родине Чайковского – единственный проект, долгожитель такого масштаба. Как сам Петр Ильич Чайковский говорил, что ему стало скучно, если бы звучала только его музыка. И поэтому мы стараемся делать совершенно разнообразным, разноплановым фестиваль. Как правило, мы привозим балетные спектакли разных авторов. Мы этим фестивалем хотим показать лучшие образцы музыкального искусства. Но все же, когда в программе музыка Чайковского, аншлаг гарантирован. Ижевская публика раскупает билеты задолго до открытия фестиваля. Потому в Удмуртской филармонии к этому событию готовятся основательно, с точностью до мелочей. Даже планерки и те проходят под музыку маэстро. И под его задумчивый и пристальный взгляд со стены. Как не может эта композиция вдохновить? Да, работа. А что у нас с дизайном? С Тианом Нурфеевым. Вот это бабочки именно надо оставить и популяризировать уже. Да, и популяризировать именно то, что фестиваль Чайковского. За годы фестиваля к нам приезжали отечественные и мировые звезды академического искусства. Виртуозы Москвы под управлением Владимира Спивакова. Ансамбль под руководством Игоря Моисеева. Кор имени Пятницкого. Александр Гиндин. Дмитрий Хворостовский. А в юбилейный год ждут известного пианиста Дениса Мацуева. Виртуозную игру которого публика услышит уже совершенно в новом звучании. Удмуртская филармония, театр оперы и балета и ДК юбилейный в Откинске. К 175-летию Чайковского получат большие концертные рояли немецкой фирмы Stainway. Это стало возможным благодаря поддержке руководства республики. Многие артисты предпочитают только Stainway. У других роялей такого богатого, сочного звучания все-таки нет. Публика это заметит. Естественно, публика это заметит. Stainway – инструмент ручной работы, потому каждый рояль отличается индивидуальным звучанием. Но и стоимость, конечно, немаленькая – больше 5 миллионов рублей. До этого неповторимое звучание Stainway могли слушать только филармония. Вот он пока единственный на всю республику. Но с появлением нового рояля в филармонии уже строят большие планы. Ценители музыки услышат один из самых сложных видов ансамблевой игры – двухрояльное музицирование. Фестиваль Чайковского для жителей Удмуртии настолько стал родным, что культурную жизнь республики без него уже не представишь. Каждую весну Удмуртия буквально погружается в мир симфонической музыки. Мы сейчас с мужем ходили на концерт. Была симфония пятая, очень известная. Так что очень любим Чайковского. Это наш человек, наш земляк, который писал музыку. Я очень горд тем, что здесь родился. Рад, что знаю и сам преподаю. Я предагог, детям рассказываю, кто это такой. Чтобы классическая музыка пошла в народ, этим летом в Ижевске появились необычные арт-объекты – уличные фортепиано. Этим инструментом уже более полувека. И такие, конечно, не для концертных залов. Но не выбрасывать же их на свалку. И старинным инструментом дали новую жизнь. Предварительно с ними поработал настройщик, а молодые художники пианино расписали. Так что любой горожанин мог играть на публике сколько душе угодно. Акцию эту продолжат и в юбилейный год. Было очень много отзывов. Нам звонили, нас благодарили. И мы вот решили уже поставить хорошо отстроенные инструменты, тоже оформленные в связи с юбилеем Петра Ильича Чайковского, поставить уже в закрытых помещениях, чтобы там можно было устраивать какие-то мини-концерты. Первый инструмент уже готов выйти в народ. Осталось определиться с площадкой. Молодые художники разукрасили фортепиано по мотивам произведений Чайковского «Лебединое озеро», «Пиковая дама» и «Щелкончик». Фигуры персонажей произведений композитора станут главными героями новогоднего городка. Центральная площадь Ижевска превратится в настоящую ледяную сказку. А музыкальную сказку к новогодним праздникам покажут артисты Театра оперы и балета, двери которого первыми из всех культурных строек, посвященных 175-летию Чайковского, откроются после грандиозной реконструкции. Сейчас в театре уже устанавливают новое сценическое оборудование. В новогодний бал артисты выступят с грандиозной премьерой балета «Лебединое озеро», где ценители искусства окунутся в мир красоты и совершенства. И в обновленном государственном театре зрители смогут ощутить всю полноту звука. Основные юбилейные торжества в республике стартуют в марте. Музыка Чайковского будет звучать даже в отдаленных сельских глубинках. А все гости, кто приедет на родину композитора, уже на перроне услышат знаменитые мелодии маэстро. Встречать и провожать поезда будут под музыку Чайковского. Музыку, которая в Удмуртии живет и звучит всегда. Музыка Чайковского